Всем привет, друзья! С вами Мортит. И у нас две классных новости. Первая новость. Нас уже сто! И это здорово! Вторая новость. Уже собрано много видеоматериала по таким пушкам. В общем-то, весь собран материал. Как Альпина, Вепарь, АЦР Коронная, Сайга Коронная и Галил Ар. О, да! Эта пушка классная. Галил, это была моя основная пушка за штурмовика. Просто к тому моменту, когда открылся АК-103, я уже переключился на Медика. Но когда начинал играть в Варфейс, я думал, что буду играть в основном штурмовиком. Я не очень тогда хорошо еще распробовал дробовики. И поэтому не знал, что они такие интересные. А по дробовикам я очень соскучился. Мало в каких играх есть такие классные дробовики. Вот. И с Галил Ар я отбегал достаточно много на общем канале. И могу сказать, что пушка действительно классная. И давайте познакомимся с ней поближе. Израильская штурмовая винтовка Галил Ар. Урон 78. Высокий урон для штурмовой винтовки. Дальность 12. Вполне нормальная дальность. Темп стрельбы 650. Выше среднего. Точность в режиме прицеливания 31. Самая высокая точность. Точность при стрельбе с бедра 18. Вполне нормально. Емкость магазина 25 патронов. Маловато. Но вполне терпимо. Давайте посмотрим ее на полигоне. Для начала посмотрим отдачу. Отдача похожа на отдачу автомата Калашникова. Однако автомат Калашникова больше загибает. Поэтому угодило контролировать отдачу немножко легче. Уводим просто влево вниз. А потом можно просто остановить на месте. Примерно как-то так. Если подзажать чуть-чуть по нескольку патронов. Получается достаточно кучно. Конечно не так хорошо как у Калашникова. Но вполне годно. Отличительной особенностью Галил Ар является то, что этот автомат прекрасно стреляет прокликом. Пожалуй лучше большинства автоматов в игре. Проклик достаточно быстрый. Немножко задирает вверх. Но это совсем чуть-чуть. Стрелять прокликом очень легко даже на больших дистанциях. Я немножечко разогрелся на мясорубке. И перед тем как сделать что-то действительно интересное, я считаю, что штурмовику стоит сходить в какой-то другой еще режим. Почему? Да потому что игра штурмовиком это наверное самая скилловая игра в Варфейсе. Более скилловая, нежели даже снайпером. Потому что штурмовику жизненно необходимо соблюдать свои дистанции. И кемперить. Да. Штурмовик по моему мнению это кемперский класс. Самый кемперский из всех. Самый тактический, самый-самый сложный. Поэтому для того, чтобы немножечко, скажем так, сосредоточиться, убрать свои мясные привычки, сосредоточиться на тактической игре, давайте пройдем на ангар и постараемся как можно дольше не умирать. Ну и вообще аккуратно поиграть. Немножечко, так сказать, подготовить себя тактически перед доминацией. Да, сыграем-ка в доминацию. Но в начале ангар. Итак, я играю, прежде всего, стараюсь играть аккуратно. Играть в тактическом, кемперском стиле от позиции. То есть не встревать в открытое противостояние. Хотя, конечно, это неизбежно иногда. Опа, вот так. Хорошо. То есть я вначале разогрелся на мясорубке, теперь я немножко торможусь. Вот это я затормозился вообще на отличненько. У нас тут Будённый. Снайпер по имени Будён. Молодец. Хороший ник придумал. И мы стараемся. Так, у нас снайпер где-то там. Надо отойти. И вот мы убиваем противника. Сейчас еще один выбежит. Кстати, если кто-то интересуется, вот у меня руки, чем я играю? Я играю яйцами. Вот у меня есть одна особая методика, да. Управляю мышкой и клавиатурой, все как положено. Ну и кто не понял, это шутка. Это запись игры, а я просто объясняю, как я разминался на ангаре. И сейчас все будет на отличненько. Я уверен. Опа. Вот, кстати, среагируя я на секунду позже, все было бы совершенно иначе. Печально. Опаньки, опаньки. Вот это опасно. Мы задымили проход справа, чтобы если противник будет выходить, он не мог сразу меня открыть огонь. И с другой стороны, он будет в более невыгодном положении. Вот, 10 убийств уже, то есть без смерти. Это нормально, я считаю. Вполне. То есть цель, в общем-то, достигнута, да. Мы уже так более-менее в форме. Никто не выходит почему-то. Я надеюсь, что не выйдет. Я не помню. О, и нагнули. Ну что ж, бывает. Продолжаем немножко уже тоже тактические действия. Назад-вперед. Дергаем противника. Туда-сюда ходим. Опаньки. Достаточно рискованно. Но получается, как вы видите. Все получается. Все замечательно. И вот у нас красивая девушка. Пришлось ее пристрелить. Но она во вражеской команде. Молодой человек тут что-то хочет от нас. Получает хэдшот. И все замечательно. В общем-то, уже можно сказать, достаточно. Мы размялись. Еще немножко побегаем. И можно будет идти на доминацию. Так. Замечательно. И вот еще. То есть все идет хорошо. Я разогрелся. Хорошо навожусь. Все получается именно так. Как и было задумано, друзья. Да. Как всегда. Так оно и должно быть. Опаньки. И вот девочка. Убили. Поприкалывались. И хватит, друзья. Пора бы уже пойти на доминацию. И начать доминировать. Итак, мы загружаемся. Я постараюсь стрелять как можно больше прокликом. Потому что все говорят про этот проклик. Но на самом деле мало кто его использует. Я же очень люблю использовать проклик. Хотя это не везде выгодно. Скажем, на мясных таких. Ну, мясных. Мясорубка в основном. Командный бой. Часто там на малых дистанциях. Невыгодно стрелять прокликом. Вот здесь. На этой карте. Если играть штурмовиком прежде всего для поддержки своих товарищей. А не в качестве ударной силы. То проклик это как раз то, что нужно. Мы задымили проход. Мы оброняем нашу точку Б. Наши товарищи в большинстве своем пошли штурмовать А. То есть мы обеспечиваем безопасность точки. Если не будет большого массированного наступления. То, конечно же, можно будет пойти и присоединиться к ним. Значит, там идет борьба сильная. Хотя, конечно, в идеале лучше вообще не оставлять и оборонять дальше. Но нам же нужно красивое видео. Так, у нас тут дуэль идет. Нас пытаются убить гранатой. И вот сейчас противник пришел. О, да, детка. Он совершил ошибку. Он совершил ошибку. Потому что, наверное, все-таки слишком он активно вышел. Хотя, конечно, риск был оправдан. Но все же я это предусматривал. И, соответственно, успел его быстро убить. Стреляю, как вы видите, я быстрым прокликом. Это наилучший для, мне кажется, штурмовых дистанций тип стрельбы. Но подходит не всем штурмовым винтовкам. А некоторым это просто не нужно. Потому что они хорошо стреляют очередью. Либо даже в зажиме хорошо бьют. И все-таки проклик я вам рекомендую освоить. Собственно говоря, что такое проклик? Это... Проклик это быстрая стрельба по одному патрону. Максимально быстрая. То есть вы должны на полигоне подобрать такой темп стрельбы, когда вы максимально быстро нажимаете на кнопку мышки. Но темп такой, что... Так, вот видите проклик? Но темп такой, что нету отдачи. То есть есть такой темп, который и очень быстрый, и при этом нету особой отдачи. Вот. И его потренируйте. То есть если вы сможете его освоить достаточно... Я не скажу, что я очень сильно этим владею, потому что штурмовиком я играю редко. Но все-таки более-менее прокликом стрелять у меня получается. Вот. Галил отлично стреляет прокликом. Я не знаю. Не буду... Не могу точно сказать на 100%. Мне кажется, что он стреляет лучше даже, чем автомат Калашникова. У него, по-моему, проклик даже поинтереснее. Вот. Если бы, конечно, еще было 5 патронов и дальность, как у Калашникова, я думаю, эта пушка пользовалась бы спросом даже у топовых игроков. Ну, я имею в виду тех, кто играет на опенкапах. Кто хорошо играет в подрыв. Эх. Бери меня. Так, конечно, нет. Но все-таки пушка стоит... Заслуживает она внимания. И... Я не скажу, что она так сильно уступает Калашу. Нет, ребята. Ствол очень серьезный. А, да. Да, зажимчик, зажимчик тоже, конечно. Ну, а на ближней дистанции что делать? Не будешь же ты прокликом стрелять? Конечно, зажим. Вот так. Молодец снайпер вот этот. Александр. Молодец, Саша. О, красавчик. Вообще матерый тип. С Макмилана, как снимает одного, второго. И вот, видите, это... Этот путь вот отсюда до точки С. Вот. Видите, вот уже успех пошел. Противник, он чаще всего наступает именно вот... Вот в этом промежутке от точки А до точки С по низу мы задымили штурмовичка, чтобы он не мог вот особо нам портить кровь. И, по-моему, там вообще его уже убили. Ну ладно. Вот. Вот эта дорога, которую вы видите до точки С, чаще всего противник, как он в лоб отсюда наступает и, соответственно, соответственно, хэдшот. Соответственно, здесь очень выгодно и эффективно можно держать оборону. Сидим здесь, особо не высовываемся, наблюдаем за передвижениями противника, чтобы он не мог где-то сбоку или сзади зайти по карте и визуально, и, соответственно, держим оборону. Как вы видите, я не набираю большого количества фрагов. Объясню, почему. Как вы знаете, я это вполне умею делать. Я стараюсь вести тактическую игру. Я вижу игру штурмовиком в таких режимах, как игру, направленную не на набор фрагов, да, а на противостоянии наступлению противника, когда мы в обороне. Да, вот сейчас мы преимущество оборону держим. Мы не захватываем точку С, блин. Мы не позволяем противнику, препятствуем ему всячески, чтобы он прошел на точку А. То есть мы реально делаем так, что если 1-2 пойдут, я парочку убью, потом даже если меня убьют, но все равно уже их слишком мало, чтобы захватить точку А. То есть мы не даем им наступать. Мы гасим их напор, их наступление. Я считаю, это самое главное за штурмовика. И вот еще один штурм. Да, мы можем помогать и в атаке, хотя это не приоритетная задача, я считаю. Наша задача не захватывать, а оборонять точки. Так. И все. Вот такой результат. Я не набрал много фрагов, но я считаю, оказал достаточно большую поддержку своей команде. Вот. Играли мы прежде всего от обороны в этом матче. Соотношение убийств-смертей у нас очень хорошее. 4 к 1. Но, как я уже говорил, в этом режиме никакого значения это не имеет. Можете хоть в минус играть. Главное, чтобы ваши действия были достаточно эффективны и полезны для команды. Так я вижу игру штурмовиком в режиме доминация, а также в режиме штурм. Если это видео оказалось для вас полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Нагибайте всех, друзья. Увидимся с вами.